всем привет суббота вышли с детьми погулять с семьей прогуляться сын остался у меня сейчас лесу и говорит мама не бойся ты теперь вооружена вышли на море от этом такой ветер холодный такой прям ураганчик небольшой покажу вам сейчас ставлю видео в общем прогулялись для тех кто спрашивает почему я хожу без шапки отвечаю видео на этот комментарий сейчас расскажу вам все потому все очень сильно не люблю шапки я люблю капюшонами но надо уже потихонечку привыкать надо купить себе какую шапку и носить иначе в общем надо дальше идем гуляем народу много но гуляет сегодня что-то в лесу потому что на море покажу вам что расскажу сейчас немножечко про свое самочувствие в общем чувствую себя ребят великолепно так что как будто бы ничего не было как будто ничего не делала все хорошо поэтому они в коем случае не опять же говорю никому не говорю делать не делать но единственное что могу посоветовать по своему собственному опыту как оказалось да если вдруг надумаете обратитесь к врачам обратитесь семейному к аллергологу туда-сюда в зависимости от того какие у вас проблемы со здоровьем в общем к врачам обязательно сходите чтобы не получилось как у меня так что вот и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Замечательное солнечное утро Сегодня в Латвии 23 ноября выпал первый снег Конечно он уже подтаял С утра было все беленькое-беленькое Чистенькое Ребенок был просто доволен Счастлив что такая ситуация Вот Сейчас все подтаяло Потому что плюс И не холодно Так что скоро у нас будет все белое Скоро поедем на горке кататься Субтитры сделал DimaTorzok Всем доброе утро Бегу на работу Хочу вам рассказать немножечко про автобусы Ну например я об этом не знала То что Привитые теперь могут ездить Как и раньше бесплатно А не привитым надо платить 50 центов Так интересно В автобусе все время передают Соблюдайте дистанцию Что не больше чем 50% А на деле Просто как шпроты в банке Там сантиметра дистанции нет Так интересно получается В общем Такая история Так Присела на секундочку Чтобы вам рассказать В общем Насчет консервной банки Я вам рассказала То что в автобусе Просто нереально много народу И ничего с этим не сделать Вот Так еще Вот я реально Буквально совсем недавно узнала Что оказывается Сейчас Некоторые люди платят за пресс А некоторые нет Как я это узнала Например Ну Если бы не сказали там знакомые То Я бы этого и не знала Но Начала замечать в автобусе Что некоторые пикают Карточку А некоторые нет Некоторые платят деньги Получается У нас у каждого в Юрмале У каждого юрмальчанина Есть карточка По которой Раньше всегда был Бесплатный проезд Вот И сейчас Человек Который полностью привит Пикает эту карточку И ему пишут Что вам платить 0 центов То есть Выдается нулевой чек А людям Которые Не привитые Пишут Что надо заплатить 50 центов Вот Получается Я еще совсем немножечко Привитая Только один раз И поэтому Я плачу 50 центов Вот И получается Что сижу В автобусе И вижу Привитый Не привитый Пикнул Не пикнул Денежки Ну интересно Да получается В общем Я еще платить буду долго Так как у меня Прививка вторая Только где-то через недельку Потом еще две недели Будет готовиться Этот сертификат В общем Очень много дел Очень много В общем Пока что делаю Продолжаю делать Два раза в неделю Тесты На антиген И платить За проезд Как-то так Хочу еще Поделиться с вами Своими наблюдениями Не жалуюсь Ничего Просто делюсь Информацией Что происходит У нас в Латвии Как у нас Думают О нашем здоровье Чтобы мы не болели Чтобы мы не заболели Коронавирусом Я сейчас расскажу Как у нас Например Обстоят дела С почты Я вчера Я не знаю Месяца два Наверное точно Не ходила На почту И вчера Для меня Было новостью Что Для того Чтобы получить Посылочку Или Неважно Какую-то Махинацию Сделать На почте Так Извиняюсь за мой вид Пришла с работы Еще Бегуди Не накрутила Для видео Вот В общем Что я говорила Про почту Да В общем Для того Чтобы получить Посылочку Тебе надо Подождать Это минимум 50 минут Я позавчера Была На почте Ждала 50 минут На холоде На улице Уже был минус Самое интересное Что Когда люди Заканчивают Работу Ну Время Когда Да После пяти Когда все Только и прут Вот Чтобы забрать Потому что В рабочее время Нереально Ну в рабочей Там наверное Пенсии Все такое Им тоже Работы хватает Я просто говорю Вот про То что Вот мои наблюдения Личные Да Во-первых Мне пришлось Подождать 50 минут На холоде Во-вторых Работал Только один человек Принимал Хотя там Три Или больше Не знаю Ну Два ходили Что-то делали Наверное Важные дела В общем Мы стояли 50 минут И другие люди Тоже Ждали Да На улице Стояло Человек 15 Минимум Кто-то Приехал Умный В машине Сидел Это мы Такие Не додумались Да Сами Виноваты Как говорится Там Поставили Стульчики Наверное Штучек 5 Считала Вот То есть Можно сесть На стульчик И чтобы Не заболеть Не ждите Внутри Хотя Я так Посчитала Тоже Что Квадратура Там должна Позволить Ну Чтобы Хотя бы Три Человека Точно Подождали Внутри Погрелись Там Хотя бы Пенсионеры Или люди С детьми Спокойно Могли В помещении Быть А Нет Получается Что А еще Что Мне очень Удивило И не понравилось Это когда Уже Прошло Минут 40 45 Когда Вот Вот Сейчас Уже Скоро Я пойду И Меня Бесило Так Представляете Перед нами Видимо Люди Понажимали Сразу Все номерки Чтобы Хоть Один Чтобы Быстрее Попасть Получается Он прошел Свой номерок Ушел А эти Два номерка Из других Там Не знаю С детьми Они нажали Или еще Что-то Они Потом Все равно Высвечивались И Самое Противное Для меня Было То Что Это Человек Который Там На почте Работник Да Нажимал Этот номер Три раза То есть 658 Ждет А мы Тем временем Стоим На улице Мерзем Там Уже Прыгаем Там Уже Беспредел Короче Происходил Уже Все ворчали Что только Одна касса И все Такое Вот Потом Она Второй Нажмет 658 Нету Она Думает Ну может Не заметил Или что Еще раз Нажала 658 Нету Жмет Следующий Ребята Его опять Нету То есть Никто Не идет Номерок Нажимается А никто Не идет В общем Вот это Самое Бесючее Было Когда Под конец Ожидания Если Если Тепло Если Светло Там Все Не Проблема Все Ждут Подождем Блин Ну Когда Так Холодрыга Ребята Я Так Продрогала Что Уже Когда Полчаса Отстояла Уже Назад Как бы Пути нет Что тут Уже Отстоял Да Вот И Получается Что Блин Неприятная Штука То есть Чтобы Они Заболели Внутри Заболевайте Чем угодно На улице Вот Поэтому Я Вчера Не могла Долго Долго Прогреться До сих пор Еще Чувствую Что-то Блин Вот Такая Ситуация Мои личные Наблюдения Еще раз Говорю Я не Жалуюсь Просто Рассказываю Как Есть Так же Само Как С автобусом Мне Не жалко Эти 50 центов Заплачу Господи Не Проблема Но Просто Сама Ситуация Тоже Удивительная Как Люди Сидят И Видят Так Привитый Непривитый Зашел Интересно Еще Я услышала Такую Это еще Не точно Вот Такую Вот Информацию Что 6 декабря Вот Смотрите Я Сейчас Я Одна У нас Например На работе Непривитая Да И Мне сказали Такую вещь Что Возможно Это Непроверенная Информация Но Просто Вот Об этом Говорят Я уже Слышала Не от Одного Человека Я сейчас Хожу Два раза В неделю Сдаю тест Чтобы попасть На работу Показать Что я Здоровая Чтобы Никого Не заразить А Привитые Почему-то Не делают Тесты То есть Они как будто Не могут Заразить Кого-то Я не знаю Почему Одним надо Другим Не надо Этого Я не понимаю Ладно Все Проехали Тоже Не проблема Говорят Делать Иду Делаю У меня денег Много Могу себе Позволить Вот Тем более Надо же государство Поднимать Как-то Им же надо Где-то Деньги Отбивать Вот Получается Что Не проблема Заплачу Сделаю Эти тесты Да Но Самое удивительное Что Я прочитала Что 6 Декабря Прочитала И услышала Сказали Возможно Надо будет Делать Эти тесты Но Уже Их Будет Оплачивать Работодатель И Нужно Будет Делать Абсолютно Всем И Привитым И Непривитым Вопрос Почему Не сделали Этого Сразу Почему Вот 21 Числа Когда Вели Этот Локдаун Почему С того Момента Не Сказали Делать Всем Тесты Нет Только Непривитым А вот 6 Декабря Уже Будем Делать Все Чего Мы ждали Я не Понимаю Почему Не выдали Все Эти Тесты Чтобы На работе Делать Всем Почему Вот Как будто Непривитые Я Еще Привитая Но Еще Чуть Чуть Еще Не Совсем Вот Так Что Я Не Считаюсь Мне Еще Минимум 4 5 Недель Я Еще Буду Как Непривитая Вот Чем мы отличаемся Я не понимаю Ладно Если вдруг Мы заболеем Привитые Да Мы Как бы Болеть будем Легче Перенесем Эту болезнь Легче Но Заразить Мы Кого-то Наверное Можем Может Я что-то Не понимаю Объясните Мне Пожалуйста Я думаю Что мы Можем Как Заразиться Так и Заразить То есть Мы можем Поцепить Привитые Прицепить К себе Эту Болячку В автобусе Принести Угостить Эту Болячкой Всех На работе Да А тест Пойдет Только Вера Сдавать Непривитые Мне просто Это очень Удивляет Почему так Кто это Все Придумывает Или Всем делать Или никому Ё-моё Ой В общем Вот так И живем Значит О нас Так думают Чтобы не заболели Ждем на улице В мороз Вот Чтобы Опять же Чтобы сделали Прививку Платим Деньги За эти Тесты Кстати Когда я только Начинала Тесты делать Тоже Вот Удивлялись Почему Почему им надо Нам не надо Например Да Даже Один Врач Сказала Ну Им же надо Где-то Деньги Отмывать Ну Не отмывать А как это На чем-то Заработать Это только Дает Дает Им же надо Как-то Обратно Получать Вот так Вот Такие Новости И пожалуйста Не пишите Мне гадости Такие вещи Как Я наживаюсь Нет Я хайпую На На том Что максимум Да Вот это Случилась Трагедия Это Ваше Личное Мнение Я не буду Оправдываться Если у вас Совести Хватило Вот Подумать Об этом То Фу Пожалуйста Пишите Не мне Вот Это первое Второе На мой канал Заходят люди Некоторые Которые Заходят Например Увидели Тему Да Допустим Интервальное Голодание И там же Есть продолжение Мой опыт С ралиля Три рубля И я как всегда Начинаю Вот мой день Туда-сюда И мне пишут Слушай Если ты уже Про голодание Так только Про голодание Говори И убери Все эти Вот лишние Разговоры Ребята Это вообще-то Мой канал Если вы хотите Услышать Только про голодание То пожалуйста Зайдите На канал Интервальное Голодание Или все О похудении Да Или еще что-то У меня канал Обо всем О том Чего я хочу Да Обо мне О моей семье Я не знаю Вот Мои предпочтения На моем канале Если не нравится Я же не держу И не заставляю Вас подписываться Или Тем более Писать комментарии Советы мне Давать такие Да В общем Всем привет